Проповедь 81 Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Псалом 21, 2 стих Мы видим Спасителя, пригвожденным ко Кресту проклятия, в крайне бедственном положении. И что мы слышим? Сначала мы видим сияющую веру нашего Спасителя, призывающую нас благоговейно следовать за Ним. Господь Иисус обеими руками держится за своего Бога, восклицая, Боже мой, Боже мой! Ой, если бы мы могли подражать Ему и тоже так крепко держаться за Бога, посылающего нам скорби! Великий страдалец ничуть не сомневался в том, что Бог силен сохранить его, так как употребленное здесь имя Бога Ильи характеризует Бога как сильного и могущественного. Он знал, что Бог – Его всесильный помощник и защитник, и поэтому Он обратился к Нему, мучимый глубоким душевным страхом, а не муками сомнения. Иисус хотел знать, почему Бог оставил его, но при всем этом Он не испытывал ни доверия ни к могуществу, ни к верности Бога. Почему? В чем причина этого странного факта, что Бог оставил Своего Сына одного в такой час, в таком состоянии? Ведь Господь Иисус не давал для этого повод. Спаситель ощущал эту ужасную действительность, задавая этот вопрос. Не грозящая опасность быть покинутым вырвала громкий крик из груди нашего великого страдальца. Нет, Он почувствовал эту покинутость в полной ее реальности. Я как бы слышу Его слова. Я понимаю, почему предатель Иуда и боязливый Петр покинули Меня. Но Ты, мой Бог, мой верный друг, как Ты можешь покинуть Меня? Это самое ужасное из всего, что со мной сделали. Да, ужаснее, чем все остальное вместе взятое. Если бы Ты наказал Меня, Я бы выдержал это, так как лицо Твое все еще сияло бы мне. Но совершенно покинуть Меня? Почему? Меня, невинного, послушного и верного. Почему Ты оставил Меня на погибель? Взгляд полный раскаяния, брошенный на нас самих, и полный веры на Иисуса Христа лучше всего решит этот вопрос. Господь Иисус был покинут Богом, потому что наши грехи отделяли нас от Бога, а Иисус взял эти грехи на Себя. Господь Иисус был покинут Богом, потому что наши грехи отделяли нас от Бога. Продолжение следует...